В данном видео вы узнаете все, что известно о Гремлинах и Магваях, об их биологии, способностях, слабостях и о многом другом. Думаешь, что посмотреть? Загляни на канал Satisfine. Сейчас там играют в Бирпонг с трешовыми испытаниями. Это настоящее безумие на грани фола и все ради 10-го айфона. Смотрите видео, ссылка будет в описании. Ну а я возвращаюсь к теме видео. Так кто же такие Магвай и Гремлины? Что это? Это Гизма. Кто? Он Магвай. Магвай! Для начала немного истории. Слово Магвай берет свое начало из древней китайской мифологии и имеет несколько переводов. Это и духи, и дьяволы, и даже монстры. Первоначально все они были злыми демонами, которые получали огромное удовольствие, причиняя боль и страдания людям, а также всячески их унижая. В легендах Магвай размножались в сезоны дождей. А вот Гремлины появились значительно позже. Данных существ, как и само слово, придумали пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании в 1920-е годы. Гремлины были очень одаренными механиками, но из-за своего озорного характера могли как помочь что-то починить, так и сделать самолет или другую технику непригодными для использования. Впоследствии ушастых созданий стали винить во всем. Они затупляли ножи, спускали колеса, включали холодную воду вместо горячей. Именно Гремлины были в ответе за многочисленные несчастья и катастрофы в человеческой истории. Согласно книге по фильму, Вторая мировая война началась именно из-за них. Само собой, для фильмов Магваев и Гремлинов сильно переработали, оставив при этом определенные черты и способности нетронутыми. И те, и другие стали представителями одного вида, жизненный цикл которых разделен на три стадии. Магвай, Кокон, Гремлин. Причем две последние стадии являются ошибкой, допущенной при создании данных существ на далекой планете, расположенной в нескольких миллионах световых лет от Земли. Благодаря официальной новелизации известно, что Магваи были созданы гениальным и очень добрым ученым по имени МакТурмен. Основной целью спокойных и миролюбивых меховых шариков должно было стать распространение доброты и мира по всей галактике. Именно поэтому Магваев сделали совершенными организмами, способными выжить на любой планете и в любых условиях, как и дали им возможность размножаться бесполым путем с невероятной скоростью. По приказу Галактического Совета, существ стали отправлять на планеты, население которых было не в состоянии уладить свои разногласия мирным путем. Однако МакТурмен, несмотря на свою гениальность, допустил несколько ошибок в своих исследованиях, из-за которых лишь первая партия Магваев была доброй, а все появляющиеся из них впоследствии становились злыми и коварными существами. Парни? Парни, кто это сделал? Теперь подробнее о самих Магваях. Они являются маленькими от 30 до 70 сантиметров, пушистыми, похожими на грузунов с существами. У них большие уши и по три коротких пухлых пальца на руках и ногах. Полностью добрые и самые первые Магваи, такие как Гизма, именуются вечными из-за их долгого срока жизни, превышающего несколько тысяч лет. Злые Магваи и Гремлины живут недолго, всего лишь несколько лет, что еще сильнее усугубляет их и без того аморальное поведение, а также вызывает в них ненависть к вечным. Магваи могут выучить любой язык, но не способны полноценно на нем разговаривать, ограничиваясь отдельными словами и короткими фразами. Связано это с тем, что их мыслительный процесс происходит настолько быстро, что они не в состоянии выразить словами то, что думают. Магвай. Магвай. Гизма. Магвай. Существа очень энергичны, любят танцевать, петь и кушать, а также невероятно любопытны, из-за чего часто попадают в неприятности. Магвай. Мех обычно белого, коричневого, черного или оранжевого цвета. В редких случаях у гремлинов и злых магваев имеются отличительные внешние особенности, такие как ирокезы на голове, более длинные когти на руках или повышенный уровень интеллекта. Все это вместе или по отдельности имеет огромное значение в примитивной социальной структуре данной расы, делая таких представителей вида вожаками. Все магвайи способны сворачиваться в шар, передвигаясь таким образом с большой скоростью. Также существа очень мстительны и навсегда запоминают обидевшего их человека, стараясь наказать его всеми доступными способами. Этот момент очень хорошо заметен в фильме. Гремлины и злые магвайи стали нападать и даже убивать людей, лишь после того, как те проявили по отношению к ним агрессию. Если вы стали обладателем магвайи, вам следует соблюдать три правила. Беречь создание от яркого искусственного света, причиняющего ему сильный дискомфорт и даже боль. А длительный контакт с солнечным светом и вовсе приводит к смерти. Магвайи нельзя мочить обычной водой, поить ею или купать в ней. Именно вода отвечает за размножение существа и всего за одну минуту создает от четырех до шести взрослых особей. При этом алкоголь, сок или газировка не имеют такого же эффекта. А самое главное, магвайи нельзя кормить после полуночи, как бы сильно он не просил. Ведь в противном случае он сформирует вокруг себя кокон, из которого со временем появится гремлин. Коконы и гремлины, так же как и особенности поведения, являются дефектами, которые не были замечены при создании магваев. Если все вновь рожденные пушистики становились испорченными и озорными, то превратившись в гремлинов, они окончательно теряли любые положительные качества. Сами гремлины являются последней стадией в жизненном цикле данного вида. В высоту существа достигают порядка одного метра. Их кожа покрыта чешуей, а уши такие же большие, как и у магваев, хотя имеют немного другую форму. На каждой конечности по три пальца с острыми и длинными когтями. Внешний вид и цвет кожи у каждого гремлина отличаются, но в основном преобладает зеленый, черный или коричневый. Существа любят веселиться и издеваться над людьми, причем порой самым жестоким образом. При этом, если человек их не боится, то они скорее всего его не тронут, выбирая более слабую и пугливую жертву. Любой гремлин разбирается даже в самой сложной технике и устройствах, которые они могут как починить, так и сломать. Но самое большое удовольствие они получают от прямого саботажа технических приспособлений. Никто из них не заботится не то, что о жизни себе подобных, но и даже собственная безопасность их мало волнует. Гремлины являются всеядными существами, но человеческому мясу они предпочитают конфеты, шоколад и фастфуд. Слабости у гремлинов такие же, как и у магваев. Они не переносят яркий свет, а от солнечного света начинают растворяться. Размножаются также бесполым путем после контакта с водой. Но в отличие от магваев, зародыши не отделяются от спины существ, а зреют непосредственно на ней в непрерывно набухающих волдырях. Данный процесс очень болезненный. Физические данные у каждого гремлина отличаются. Если одного можно убить ножом или выстрелом из пистолета, то другой не обратит на это никакого внимания. При этом все они довольно быстро погибают при контакте с огнем или электричеством. Физиология гремлинов очень гибкая, что позволяет им под действием разных гормонов, сывороток и смесей проходить причудливые метаморфозы. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok